Я очень долго хотел записать такой видеоролик и показать вам, где мы живем, показать нашу квартиру, рассказать по ценам и показать наш район, потому что видос, который я снял про минусы Краснодара, многие начали писать, что о, да вы там живете, в таком районе, где ничего там нету и так далее и тому подобное, на что я такой, типа, да ладно. И вот, наконец-то, меня прям подстегнули эти комментарии, я для вас сегодня записываю это видео, желаю вам приятного просмотра, досмотрите обязательно выпуск до конца, прикрепите лайком, комментарием и огромное спасибо тем, кто сделает репост данного видеоролика в своей социальной сети. Я не буду затягивать, давайте начинать. Дворик наш, правда здесь, как говорится, у нас много дворов, мы по-разному шляемся, по-разному ходим, вот все эти пацаны здесь играют в футбик, как обычно, это стала их самая любимая игра, Настеночка. А еще у нас по выходным дням, то есть суббота, воскресенье, сюда приезжает передвижной рынок, где приезжают фермера, свое хозяйство и люди стоят, продают овощи, фрукты, сейчас с вами дойдем, я вам покажу. Так, ну вот он уже и рыночек, вот так вот, видите, здесь все, палатки, 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 люди, естественно, прибегают, все покупают, здесь, короче, от овощей до всяких, вон, солений и прочее, прочее, прочее. Видите, какая-то атмосфера. Помидоры 140, рыбы, мед, орехи, все что угодно, компотная смесь, но мне лично кажется, что здесь всегда немножко подороже, чем, допустим, мы в тех местах берем, где знаем, вон огурцы по 120. Это как бы не совсем мясо, вон 250, курица цельная, килограмм, помидоры 165, горбуша 263, заморозка, сыры всякие, творога, 45, морковь, огурцы 120, помидоры 130, картошка по 45. О, нормальная цена, кстати, мандарины по 75, какие-то абхазские, вот, ну и, собственно, все, видите, сколько мандарины, всякие разные. Правда, тут вот без цены, вот у этих ребят, как правило, вот, немножко даже расширился рынок, здесь, вон, носки, очки еще есть, цветочки подъехали. Кукуруза, а сколько кукуруза? Яблоки 35. А почем кукуруза? 25 рублей. Кукуруза. Гранаты. Гранат по 115, по 190. А виноград не Изабелла? Это не Изабелла, это Волгова, Изабеллы нету. Это будет 85. Так, ухрума по 190, мандарины. Ну так, вообще, вы поняли, да, что по ценам? И вот тут еще крайние палатки сладостей перекупные, еще подъезжают 50 рублей слива, очень дешево, кстати, надо купить сыры. Вот, здесь, конечно, потом мусор такой. Вот они уедут сегодня, здесь будет такая свалка, все разбросано, но очень быстро приводят все в порядок, и будет как бы чисто, но сам факт, что грязи остается очень-очень много. Вот он, первый торговый центр, и здесь, в принципе, Эльдорадо, всякие золотовары, пятерки, KTC, называется. Это Мандарин, достаточно большой и дельный, вон фикс прайс, есть эконом-одежда, маркет, суши, всякие, аптека. Дальше, следующий торговый центр. Вот он, торговый центр, да, я подошел поближе. Здесь есть Макдональдс, аккедиционеры, огромный семейный магнит, это называется торговый центр Стрелка. Самое, что интересное, в далеком 2019 году мы стояли на парковке как раз вот этого торгового центра и искали себе жилье, но тогда все не получилось. У нас потом в 2020 году мы снова стояли здесь же на парковке, и у нас, короче, снова не получилось. Ну и вот в 2021 мы здесь сняли уже квартиру и выбирали именно этот район. Здесь еще неподалеку, в пяти минутах буквально на автомобиле большой торговый центр, называется Красная площадь. Буквально на днях вот на вот этом месте мы стояли и продавали нашу машину. Выпуск тоже посмотрите, ссылочка будет в описании. А еще клево, что на этом районе совсем скоро откроется ветка трамвайных путей. Здесь вот как раз поэтому идет ремонт, прокладывают коммуникации. Вон там вот чуть дальше уже положили рельсы, шпалы-шпалы. Вот видите, краны работают. Здесь вот так вот техника все-все-все работает и застраивается. В 2019 году вот эти дома только строились. Эти были фундаменты. Вот эти уже, по-моему, да, были заселены. Мы как раз вот в этой округе все это дело смотрели. И знаете, кто-то называет этот район гетто, мол, типа, как тут жить невыносимо. Да, здесь есть минусы, там типа пыльно, потому что идет стройка. Но в целом здесь можно выйти из дома и закрыть все свои потребности в плане чего-то купить. Сейчас чуть позже я покажу вам наш дом и что находится в самом доме и прям в соседних домах. То есть в радиусе 10 метров. И вот снова, да, значит, этот торговый центр Стрелка, вот это другая страна. То есть вы понимаете, да, что он достаточно очень-очень большой. Здесь еще продаются фейерверки. Здесь есть Сбербанк с торца. И самый кайф, ребятки, что вот это вот все, все вот эти два торговых центра пересекаются с огромной площадью парковок. Вы сами видите масштаб, где я вам изначально показывал торговый центр. Вот еще магазин Табрис. Это как бы тоже, сейчас туда тоже сходим, я вам покажу. И все это, все эти парковки, они совершенно бесплатные. То есть, в принципе, с парковкой как таковой проблем нет. Ну, допустим, если вы прям четко хотите паркануться возле своего двора, то, конечно, в позднее уже время вы столкнетесь типа с моментом, что нету. Но вы всегда можете сюда приехать, поставить автомобиль на эту парковку совершенно бесплатно. Если вы заметите, то везде есть видеонаблюдение. То есть тачка у вас будет стоять под видеонаблюдением. Разве это не клево? Вот про что я вам говорил. Стрелка, ТЦ Мандарин. И напротив них через дорогу есть, получается, еще большущий магазин Пятерка. И, собственно, Табрис. Также, ребята, с парковкой, с большой, бесплатной, да, где можно всегда ставить машину. И в Табрисе, получается, есть кофейня. Не кофейня, а это больше такой типа а-ля кафе, может быть, даже с частью, с листичкой ресторана. Работает он 24 часа. И самое основное, то есть здесь не только вот этот Табрис, да, продуктовый магазин, а есть еще всякие, смотрите, типа обувь кари, оптик, еще что-то там, зооаптека, зоомаркет, пиццы, роллы и так далее. Ну, пойдемте вовнутрь. Видите, здесь такая входная группа, типа аллейка, цветочки, все очень красиво сделано. Ну, классно. Магазин очень напоминает азбуку вкуса. Или как на поляне золотая нива. Вот внутри, видите, здесь всякие магазинчики, островки. И сам вход в магаз. И мне очень нравится, что здесь сразу есть три основных банкомата. Это Сбер, Альфа и Тинькофф. Ну, красота же. Ну, дорога, конечно, здесь жесть вообще. Ну, видимо, когда застраивался район, каждый из застройщиков, да, он не думал о территории, да и, наверное, не думал о людях, как им будет. И вот здесь, получается, есть постоянная пробка. У нас есть несколько выездов, в принципе, из района. Мы поэтому редко ездим. Вот. Но другим людям, кто, например, чуть дальше живет, то, конечно, в целом печально. Кочка на кочке. Это жесть. Вот там вот находится наш жилой комплекс. И вот здесь вот Жигуленко, улица, да, посмотрите, сколько всего есть. То есть весь первый этаж вообще усыпан просто всякими мелкими бизнесами. Вот скоро открытие еще новой одной стоматологии. Скоро подкроется. Но тут есть еще одна. Сейчас покажу. Еще один огромный плюс, как мне, как отцу, да, там несколько людей. Важно, что в каждом дворе, да, получается, так между домами есть детские площадки. И они, знаете, не как вот, например, у нас в Подольске было все однообразное. Точнее, здесь каждая площадка, она вот по-своему, она как бы своя. То есть каждый двор имеет свою площадку. Сейчас я вам тоже это все покажу. А вот, получается, наш дом. Вот у нас въезд через шлагбаум. И вот погнали, смотрите, магазин продукта, который работает 24 на 7. Здесь обычно я оставлял свою машину. Вот здесь, к сожалению, нет травы, потому что все вот так вот паркуются. И дальше, смотрите, товары для дома. Здесь всякие игрушки. Вон кольцевые лампы подвезли. И дальше частная пивоварня. Дальше красная и белая магазин. Дальше идет, смотрите, салон красоты. Вот салонов красоты здесь просто капец как много. Вот это один. Дальше мясо, где мы всегда покупаем мясо. Здесь очень вкусное. Отвлекусь на эту сторону. Смотрите, здесь всякие развивашки, прачечные. Еще вот салон красоты торчит. Там фуд-магазин рис. Вот еще салон красоты. Товары для детей. Овощи, фрукты, где вот мы тоже часто покупаем овощи. Идем с вами дальше. Впереди вы можете заметить адыгейский фирменный магазин пива. Вот он стоит. Далее, смотрите, мы поворачиваем. Видим сразу, что у нас тут есть всякие фитнес-клубы, карате, школа. Дальше прямо в нашем доме есть частная клиника, где можно... Вот клиника городская, стоматология, вот урология, гинекология, терапия, педиатрия, хирургия. Ну и всякое разное. Дальше вот есть, ребят, смотрите, аптека. Суши-ким. Есть школа шахмат. Дальше есть здесь аптека. Ой, аптека, да. Магнит аптека. Магнит, косметик. Женщину, которой мы всегда покупаем овощи, фрукты, кроп, пиво. Фирменный магазин. Дальше сейчас тоже пройдем. Я просто сюда вот в наш двор первый хочу зайти. Тут вот раз детская площадка. Также здесь, смотрите, школа единоборца находится, школа танцев. Это вот все вот в этой вот пристройке на втором этаже. Идем дальше. Смотрите, здесь пекарня. Раз. ДНС. Вот тут вот есть. Дальше барбар-шоп, в котором я постоянно стригусь. И самое главное, посмотрите, как здесь барбары стригут. 250 рублей. Вообще шикарно. 250 рублей любая стрижка. Кальяны. Дальше идем. Здесь еще магазинчик от фермера. Столовая. Это, кстати, не первая столовая. Вот вблизи. Вблизи дома. Дальше, смотрите, еще детская площадка. На эту футбольную коробку мы часто ходим. Здесь еще магазин пивной. Здесь фрукты, овощи, морепродукты. Афибское пиво. Еще пиво. Пиво на пиве. Еще парикмахерская салон красоты. Ну и, короче, дальше еще магазины-магазины. Жилой комплекс. Вот этот дом сдан. Этот еще строится. И выезд на российскую улицу. Я вам скажу так. Ну, кому-то гетто, а кому-то вот лично нам очень важно, если жить в квартире, то в радиусе 10 метров, там, не знаю, 20 метров закрывать абсолютно все потребности, которые нужны человеку. Ну, я вот вам показал все, что есть в округе нашего дома, что здесь есть абсолютно все. Ну, и от этого, конечно, кайфово. Мы, когда были лето, мы вот на вот эту футбольную коробку ходили, потому что здесь утром был тенек. После обеда мы перебирались на ту коробку, где сейчас дети играются. А сейчас получается все наоборот. То есть сейчас чуть попрохладнее. Мы первые идем куда-где из солнца, а потом как бы меняем их. Из этого двораса, это детская площадка. Можно вот здесь попасть на детскую площадку. Можно вот на эту детскую площадку пойти. Здесь получается такая она площадка в виде ракеты. Тоже нашим детям здесь интересно часто сюда заходим. Ну и, собственно, да, наш дом. Вот мы вернулись во двор, где пацаны сейчас как раз гуляют. Детская площадка. Настенька сидит и чилит. И здесь посмотрите, сколько всего. Овощи, фрукты, типа салон красоты, еще студия красоты. Следующая опять студия красоты. Анализы, какой-то магазин одежды, кофейня, озон. И вот еще салон красоты. Вот Настеньке как раз сейчас звонят. Доставочка. И вот в Краснодаре настолько быстро все привозится. Сюда, сюда. Так, Настенька, конечно, всегда заказал что-то там в Эчендеме. Сейчас заодно посмотрим. Вот такая красота. Каждому пацанчику по кофте. Так, ну вот, пацанчики. Вон у Темки вообще какой-то там национальный парк. Ну а Мирончик спит. Ну-ка, вот так вот, прижми к себе. Вот так прижми. Вот. А это нашему маленькому Мирончику. О, красота. Ребятки, теперь давайте сделаю вам такой рул-тур по нашей квартире. Покажу ее весь кайф. Нам она очень сильно нравится. И даже сейчас, когда мы поедем в Турцию, непонятно насколько, мы все равно ее ставим за собой и будем платить. В целом еще расскажу по ценам, за сколько здесь можно вообще снимать в этом районе, либо вообще в принципе в Краснодаре. Если вы решите переехать, если решите переехать, то посмотрите выпуск. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Минусы Краснодара. Погнали. Так, вот наша дверь. У нас, значит, подъезд. Вы его видели, когда мы встречали курьера. Электрический видеозвонок. Домофон. Здесь у нас, значит, стоит щиток. Если вдруг что-то отключили, туда-сюда. Да, у нас в прихожке стоит огромнейший четырехстворчатый шкаф. Он нереально огромный. Здесь полно-полно ниш. Здесь мы храним нашу одежду. Открывать не буду. Здесь еще от палаток, всякие чемоданы. Ну ладно, давайте вот одну створку я вам открою. Покажу. Вот так это выглядит. Он широченный встроенный шкаф. Дальше. Наша суперская уютная коляска, которую мы приобрели перед рождением Мирона. Это лучшая покупка, которую мы сделали. Вот если вы постоянно где-то катаетесь и ездите, то вот такую коляску обязательно приобретите, точно не пожалеете. Здесь на полу у нас лежит плитка, что очень удобно, когда ты заходишь из прихожки, сразу разулся. Хотел сказать, когда на улице снег. Мы здесь снега не видели, но тем не менее плитка в прихожке очень удобна. Далее. У нас в прихожке висят вот такие картины. Это наши картины. Мы их привезли из Москвы с собой. Но они такие мотивационные. Здесь также есть еще вот картина. Вот так вот я вам включу. И вот еще одна картина. Ну как вы поняли, здесь у нас коридор. И дальше мы попадаем в большую комнату. Это комната нашей с Настенькой. Не обращайте внимания, здесь такая домашняя обстановочка. У нас стоит большая плазма, шкафы, так называемые непонятные для чего, как я люблю называть вот это все такое, пылесборники. Ну понятное дело, что там пыли нет, мы это постоянно протираем, маленький ребенок. Раньше здесь был мой рабочий угол, сейчас я здесь не работаю, так как маленький. Здесь постоянно Настенька отдыхает с малышом. Вот я работаю на кухне, сейчас я вам тоже покажу. Это Тёмка с Родионом мне нарисовали вот такую вот классную картину, и я ее прям прикрепил обязательно. Мои медали, здесь одной не хватает, дети ее где-то потеряли. Это когда занимался боксом. Кондиционер сплит-система стандартная в Краснодаре. Рассказывал в выпуске, что здесь везде на домах. Давайте покажу я вам. Видите, на домах, на каждом окне абсолютно есть кондиционер. Без кондиционеров здесь никак. Так, моя гитара, иногда играю. Лампа кольцевая, которая сейчас используется как свет, подсвечник такой здесь для Настеньки. Шикарнейшая, огромная панорама. Мы сейчас, пожалуй, ни за что не снимем квартиру, где нету панорамного остекления. У нас стоит наша кровать, комодик, который мы используем не как пеленальный, а как просто склад. К сожалению, вот так вот случилось. Новый коврик, утюг, ну и, собственно, все. И есть вот такой вот презент от хозяев. Они здесь его оставили. Австралийский бумеранг с Австралии. Возможно, мы когда-то попадем в Австралию. Дальше с комнаты мы попадаем в такую прихожечку. Чистаки развернули, все сгасились, молодцы. Вот, здесь у нас, смотрите, ванная комната, там кухня, тут еще одна комната. Не говорил, здесь примерно квадратура 60, да, Настенька, квадратов? Вот, так, что касается туалета, здесь два выключателя. Это свет, это вытяжка. Да, вот так вот это выглядит здесь. Ну, хороший, красивый ремонт, все нормально. Стиралка, это раковина, шкафчик, зеркало, ванная, грязное белье, полотенце, сушилку, унитаз. Ну, короче, как все у людей, все как обычно, да. Единственное, что мне не нравится в этой квартире, что свет в прихожке, смотрите, как его много, точечные светильники, которые выключаются только аж вот тут вот. То есть, если мы здесь выключаем, то все, свет выключился во всей прихожке. Конечно, при ремонте идеально было бы разделить вот этот выключатель, сделать вот эти три штуки, да, и здесь какой-нибудь бы еще выключатель воткнуть, чтобы вот эти загорались. Это, конечно, неудобная тема. Никогда не задавайся, понятно? Так, дальше. Здесь комната, здесь буду разговаривать потише, у нас спит Родион. Это детская комната, у них стоял здесь телек, мы его убрали во избежание, не дай бог, они у него что-нибудь залепенят. Здесь стоит большой диван, картины пацанов, часы, не включая только свет. Вот, и вон Родион отдыхает. И тоже у них панорамное остекление, шикарно. Их большой угол. Вот так тут получается, раз матраса дивана, два матраса. Удобный матрас, поэтому мы не стали заморачиваться с кроватями. И застилаем им белье. Вот этот вот длинный матрас, это периодически бывает мой матрас, я его сдергиваю, и он кочует вместе со мной по квартире. Где хочу, как говорится, там и сплю. Так, ну и дальше, друзья, попадаем в самую, наверное, такую замечательную комнату, где все готовится. Вот, соответственно, где работаю я, здесь мое рабочее место. Наша тоже уникальная покупка, это люлька, он же стульчик, он же шезлонг, делает все по высоте. Ссылочку я прикреплю на этот выпуск, где делал обзор на эту люльку и, соответственно, на коляску. У нас стоит кулер, у нас есть холодильник, который вообще, на самом деле, почти всегда пустой. В морозилке у нас ничего никогда не бывает, у нас здесь лежит только плацента и больше ничего. Наша мультиварка, шикарнейшая плитка, которая разделена на разные еще круги, что это очень-очень удобно. Не когда полноценный лист, а когда в листе еще есть дополнительный лист. Вот наша кофемашина, наш гриль, наш чайник, наша соковыжималка. Как она, господи, микроволновка, это здесь, здешняя. Вот, ну и здесь все по стандартам, много-много очень ящиков. Все стоит высоко, потому что люди, которые задают, они высокие. Настеньке, конечно, неудобно, она подпрыгивает, чтобы открыть микроволновку. Все, и, соответственно, стол, где было только три стула. Мы привезли наш компьютерный и его сюда поставили. Вот, мое рабочее место. И дальше мы с вами попадаем на балкон. Здесь, на самом деле, вот если заморочиться на балконе, здесь можно сделать вообще огромную полноценную комнату. Не знаю здесь, какой метраж балкона, но он огромный. Вот я подошел вот в этот угол, посмотрите. Огромный. Здесь они молодцы, что сделали теплые полы, которые, в принципе, быстро нагреваются. Вот так это работает. Ну, мы особо этим не пользуемся. Балкон как склад у нас. Так же, как и шкаф в прихожке. Вот. Здесь ниш очень много. И вид из этого окошка. Вот такая вот у нас, друзья, квартира. Что касается нашей квартиры. Мы нашу квартиру вот эту снимаем за 23, плюс коммуналка. Коммуналка зимой будет порядка в 7 где-то тысяч выходить. Летом, пока мы везде путешествовали, жили буквально там в каждый месяц, там по 4-5 дней. Ну, неделя у нас выходило 3 с копейками. Сейчас нам приходят квитанции уже по 6 тысяч. Но плюс, когда включили отопление, она нам сказала, что еще двушка прилетит. В целом, вот по всему Краснодару, не считая какие-то прям центральные районы, свежие вот постройки, можно двушку снимать вот примерно за 23, за 25. Можно найти за 20. Но нам было важно, чтобы это был чистый, классный, клевый ремонт, от которого можно было кайфовать. Инфраструктуру, которая есть в нашем доме и вокруг, я вам уже показал. И нам это тоже было очень важно. Поэтому, если кто-то говорит, что это гетто, ну, как бы это не гетто. Я еще не сказал, что там, где мы стояли возле трех торговых центров, вот эта дорога, налево едешь, попадаешь на западный обход города, направо едешь в восточный обход города, а если едешь прямо, то попадаешь на ростовское шоссе. То есть, получается, что здесь очень классная локация. Вот мы здесь себе выбирали именно для путешествий, что ты можешь собраться в сторону Крыма, в сторону Москвы, на Донбай, либо поехать по тому же восточному обходу на Черное море. Вот. А днюшки здесь в Краснодаре можно снять даже за 13 тысяч уже с ремонтом, 13-15. Студии вообще дешевле, то есть тоже зависит от района. Трешки выше. Если перебираться ближе к центру, там примерно двушка такая, как у нас, будет стоить 30-35. Ну, выбирайте, кому что нужно. Нам, учитывая, что мы постоянно ездим, вот этот вариант нам самый идеальный. Ну и, конечно, ребятки, напишите в комментариях, как вам район, как вам квартира. Хотели бы вы жить в Краснодаре? Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже в ближайшие дни в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok